Друзья, привет! С вами Максим Темченко. Я снова в гостях у Максима Петрова и задаю инвестиционные вопросы тому, кто в них разбирается. Максим Петров инвестор, управляющий партнер образовательного проекта Max Capital, а также программа «Миллион долларов за 8 долларов в день». И сегодня у меня вопросы такие, больше, наверное, блиц-вопросы, такие разобраться с главными терминами. Я встречаю очень много людей, в том числе и среди подписчиков, которые задают вопрос такие «Максим, а что такое акции? Что такое облигации? Что такое дивиденды? Что такое брокеры? Фонды? Индексы?» Вот простым языком. Как это вот понять обычному, ну, так скажем, предпринимателю, который не совсем там, да, не бабушки с улицы, но предпринимателю, который знает, что такое деньги, умеет их зарабатывать, но хочет понять просто для себя простым языком, что это такое, что такое акции, чем отличаются акции от облигаций, индексы от фондов там и так далее. Ключевые понятия – акции, облигации. В чем отличие заключается? Акция – это долевой инструмент, облигация – это инструмент с фиксированным доходом. Это сложно, просто. Акция – это доля в бизнесе. Все. То есть, когда организуется какое-нибудь общество акционерное, выпускается определенное количество акций, оно заранее ограничено. Соответственно, у акции определяется номинал этой акции. То есть, эти акции, они могут быть на открытом организованном рынке и, может быть, на закрытом организованном рынке. Мы с тобой встретились, говорим, давай общество создадим, предпринимательством будем заниматься. Давай. Ты 50 тысяч вложил, я 50 тысяч вложил. Как нам удостоверить, кому сколько принадлежит? Мы выпускаем 100 акций, у тебя 50 акций, у меня 50 акций. В дальнейшем общество зарабатывает, заработало прибыль. Как будем делить прибыль? Согласно доле владения. То есть, акция – это долевой инструмент, который удостоверяет долю владения акционера в акционерном обществе. Доля компании, получается, доля от стоимости компании и равно доле от прибыли компании. Да. Абсолютно точно. А это акция. Облигация – это тоже ценная бумага, но это ценная бумага, по сути, оформленный займ в форме ценной бумаги. Мы опять с тобой встретились, у тебя 50 акций, у меня 50 акций. Нужно развиваться, да. Говорим, давай купим компьютер, давай купим компьютер. Но у нас там денег условно на 10 компьютеров нет, есть только на 5. Что мы можем сделать? Мы можем пойти в банк и взять кредит. Здесь все понятно, да, каким образом это работает. А можем выпустить облигацию, в которой, скажем, мы выпускаем 100 облигаций номиналом по 1000 рублей, вернем вам, погасим эти облигации через 5 лет, каждый год будем платить 10%. То есть, получается, облигация – это как долговая расписка. Это долговая расписка. Эту облигацию потом поменяется. Само тело кредита. Само тело. Если, допустим, в кредите, когда мы берем, мы каждый год отдаем, каждый месяц, часть кредита и проценты, причем, если посмотреть структуру платежа по кредиту, большая доля процентов и малая доля кредита, то когда мы выпускаем облигацию, нам это выгоднее, потому что мы кредиторам говорим… Только процент воплачен. Да. Основную сумму долга мы вам вернем потом. И то есть, в облигации написано, когда. То есть, срок определен, когда будет возвращен основной долг. Но при этом, каждые полгода мы будем вам выплачивать, то есть, это называется купонный период. Раз в год, раз в полгода, раз в месяц, раз в квартал мы будем платить только проценты. То есть, купон – это процент за период. Процент за период. Который тоже купон, если мы говорим про облигацию с фиксированным купоном, он заранее определен. И обратная сторона. Приходит какой-то человек, третий со стороны, он говорит, «Ребят, ну, я не знаю, получится у вас там или не получится, ваш бизнес, который вы замутили, поэтому я акционером быть не хочу». Но то, что, допустим, вот под ваши обязательства, то есть, вы выпускаете облигации, для меня все понятно. Я вам даю на 5 лет 100 тысяч рублей, раз в полгода получаю свои 5% или 10% годовых, меня это вполне устраивает. Фиксировано, определено, я могу прогнозировать свои денежные потоки, а будет у вас прибыль, не будет у вас прибыль, это вот ваше дело. Поэтому и говорят, что облигации, они более консервативны. Потому что там указан номинал, там указан срок, когда погасится эта облигация, там указан купон, который получается, и там указан период купона, и как часто эти облигации выплатятся. Облигации в этом плане более надежный инструмент, более предсказуемый, которым можно управлять. Хорошо, у нас сегодня блиц-опрос такой, дивиденды. Дивиденды. Опять в нашей же ситуации. Организовали общество, и лопух тот, кто нам выпустил облигации, потому что мы грамотно распорядились, купили, соответственно, компьютеры, наняли работников, да, и занялись, там, я не знаю, там, дизайном каким-нибудь, да. И наша компания заработала прибыль. Соответственно, заработала прибыль еще 100 тысяч. Мы с тобой собираемся, это называется общее собрание акционеров, и решаем. То есть у нас есть генеральный директор, или совет директоров, и он говорит, ребят, вот у нас компания заработала 100 тысяч рублей, соответственно, есть предложение. Так как компания молодая, так как компания развивающаяся, мы можем еще расшириться, у нас заказов полно, поэтому всю прибыль, которая есть, давайте мы направим на развитие. Ну, чтобы у нас выручка была больше, чтобы завтра прибыль была еще больше. Это называется компания роста. То есть всю прибыль, которую она зарабатывает, она реинвестирует, выплачивая купоны по облигациям, например. Когда стали большими, мы такие говорим, совет директоров рекомендует, 100 тысяч заработали, мы рекомендуем на самом деле инвестиционную программу, чтобы нам реализовать достаточно 80, 20 тысяч мы рекомендуем вам забрать в форме дивидендов. Забирайте. Мы такие сидим, смотрим отчетность, слушаем, что нам сказал совет директоров, и на общем собрании ты поднимаешь руку, говоришь, да, я за выплату дивидендов. Говорит, 20 тысяч рублей. Максим, у тебя 50 акций, и у тебя, Максим, 50 акций. Соответственно, мы получаем 20 тысяч рублей, делим на 100. И получаем дивидендную доходность. То есть мы получаем, какой размер дивидендов придется на каждую акцию. Я еще попробую резюмировать. Дивиденды, получается, это та часть прибыли компании, чистой прибыли компании, которая компания решила выплатить вовне, не забирая, ну как бы, на внутреннее развитие. Да. Окей. Хорошо. То есть те деньги, которые, по сути, та чистая прибыль, которая акционерами забирается из активов компании. То есть акционеры получают дивидендную доходность непосредственно для себя. А прибыль, может быть, в компании, получается, идти на развитие, да, внутри, может быть, выплата дивидендов, а может просто остаться в компании, не выплачиваться дивидендов. Может быть, нераспределенная прибыль. То есть просто может на балансе решать. Ну, примеры, там, металлурги, например, да. Очень многие компании отказались от выплаты дивидендов российские, например. В чем причина? Причина может быть разная. неизвестно как долго это продлится если мы сейчас выплатим дивиденды а потом пойдем на рынок чтобы выпустить облигации подоконский процесс если компания не выплачивать дивиденды это не значит что она не заработала денег просто она не вы решила не выплачивать окей в любом случае решение на решение о выплате принимает общее собрание не будем туда сильно углубляться наша задача сейчас упростить а не усложнить поэтому хорошо брокеры брокеры это специализированные участники финансового рынка которые по сути являются гарантом исполнения сделок возвращаясь к нашему примеру с акциям то есть есть акционерное общество у тебя 50 акций у меня 50 акций соответственно ты говоришь я ухожу хочу продать купе у меня я говорю я не хочу денег нет я не хочу покупать ты говоришь окей я тогда продам на сторону и в этом случае есть такая процедура называется процедура листинга то есть когда есть организованный рынок ценных бумаг на котором акционерное общество может свои акции разместить на бирже и вот бирже это называется организованный рынок ценных бумаг почему организованы потому что там централизованный учет 1 короче праздноваем бирже эта площадка для продажи и покупки акций Ценных бумаг акций, облигаций, других ценных бумаг. А брокер это посредник между... Покупателем и продавцом. Да, короче, тот посредник, который лицензируется, который действует от имени за счет клиента. И, соответственно, он просто подтверждает, что у клиента есть деньги. И контрагент спокоен, да, то есть спокойно продавец продает, узнает, что у покупателя деньги есть. Брокер гарантирует, что сделки, расчеты произойдут. Ну и, соответственно, другой брокер у продавца, он гарантирует, что тот, кто продает бумагу, у него эта бумага есть. И, соответственно, они берут небольшую комиссию за то, что они гарантируют все это исполнение, чтобы это было быстро, оперативно, технически. Короче, брокер это примерно как риелтор при покупке и продаже недвижимости, только с большими гарантиями. Нет. Нет. Это, скорее всего, такой комиссионер. То есть были вот комиссионные магазины. Человек, соответственно, приносит туда свою вещь какую-то, да. Они говорят, вот она, я хочу за нее там 10 тысяч рублей. И комиссионер, то есть он говорит, да, у меня вот есть документ, что там мне этот человек принес, что это неукраденный телевизор, что у него все нормально, что все законно получено, да. Вот есть подтверждающие все документы. Соответственно, покупай. И он дает гарантию, я не переживаю за то, что когда рассчитается и мой телевизор продадут, то я получу. То есть это комиссионер. Посредник, обеспечивающий надежность сделки, так можно сказать? Надежность, по кости, да. Хорошо, а вот фонды и индексы, или еще бывают индексные фонды? Фонды, это история, которая возникла в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. То есть в чем заключается суть фондов? Чтобы фондовый рынок сделать более доступным, пример приведу, да. Одна акция ГМК на рельский никель стоит 15-16 тысяч рублей. Одна акция на бирже. Есть правило формирования портфеля, у тебя не должно быть одной акции больше, чем на 10% капитала. А у человека, например, 10 тысяч рублей. И получается, что он вот с этими 10 тысячами приходит, да, говорю, ну хочу стать акционером. А 0-1 акцию нельзя купить, как не рейдинг биткоин, например? Акцию можно купить только целиком? Только целиком, только лотами причем. А, и лотами. То есть бывает еще, что 1 акция не купишь? Потому что иногда бывает, что акция стоит меньше 1 копейки 1 акция. Ну, ВТБ, например, там, да, 0-0-0-0. Ну, нет, ну, ВТБ еще копейки какие-то стоят, да, там, ФСК вот мы покупали, да, там. То есть получается, есть лот, желательно, вот средняя цена лота, это в районе от полутора до пяти тысяч рублей. Вот кратностью это получается. И приходит человек с пятью тысячами рублей, и говорит, я хочу акции купить. И мы говорим, окей, минимальный лот акции Сбербанка, да, там, 2400. Минимальный лот акции Газпрома, там, 2000. И ты вот на свои пять тысяч рублей купишь, там, один лот Сбербанка и один лот Газпрома. Не диверсифицированный портфель. Как купить, непонятно, да. И тогда появились фонды. Фонды – это некий такой аналог акционерного общества. В данном случае инвестор становится участником паевого фонда, а фонд уже, у него тысяча участников, которые принесли по тысячу рублей. Складчина. Складчина. То есть фонд – миллион. И есть управляющий этого фонда, который на миллион делает диверсифицированный портфель. И я, как пайщик, моим паем удостоверяется, долевая собственность в своем фонде, а фонд, как имущественный комплекс, владеет целым портфелем из акций. Короче. Снижение сдержек – раз. Второе – сразу покупка диверсифицированного портфеля. Два преимущества для частного инвестора. И получается, для людей, у которых небольшие деньги, им лучше и удобнее покупать фонд, нежели чем самостоятельно покупать акции. Плюс преимущество фонда в том, что там есть профессиональный управляющий, если мы говорим об активно управляемых фондах, который как раз таки формирует. Какую акцию купить, какую продать, какая доля акции должна быть в портфеле. То есть получается фонд – это не только… Фонд – это не только возможность купить меньшую долю, чем, условно, доступно на рынке, но еще и получить управление профессиональное. Просто там уже возникает другая история, что активно управляемые фонды показывают доходность меньше индексов. И про индексы мы сейчас поговорим. И здесь как раз таки возникает вопрос, что лучше покупать индексные фонды, но прежде чем про них рассказать, понять, что такое индекс. Индекс. То есть есть акции, которые торгуются на бирже. Ну вот допустим, есть индекс МВБ. Что это такое? То есть есть 100 компаний, которые входят в первый котировальный список. То есть 100 компаний, которые обращаются на МВБ. Но какая-то компания маленькая, какая-то компания большая. То есть Сбербанк большой, Газпром большой. Да, если взять, например, Казань-Урксинтез, Нижниканский нефтегим, Пермские моторы, Новороссийский морской торговый порт. Они по своей капитализации, по своей цене, они по сравнению с Сбербанком мелкие. И соответственно, чтобы получить такую общую картину, а что у нас в принципе происходит со всеми акциями на рынке. То соответственно есть индекс, в который включают эти акции согласно определенной доле. То есть какую долю они занимают в общем товарообороте биржи. Не товарообороте, а капитализации по своей цене. И все. И тогда мы понимаем, что он отслеживает это в автоматическом режиме. Цены берутся с рынка. Если индекс вырос, значит большинство акций выросло. Если индекс упал, то большинство акций упало. И вот второй момент. Есть индексные фонды, которые уже не активно управляются. А все очень просто. Есть индекс МВБ, нет никаких управляющей. То есть ты покупаешь просто пай индексного фонда и покупаешь всю структуру индекса. И голову себе не забиваешь. Так в чем принципиальная разница получается для покупателя? Купить индекс или купить индексный фонд? В чем? Из-за того, что он индекс не может купить. Он индекс может купить только через индексный фонд. А, окей, все. Вот в этом разница. То есть купить не только индексный фонд. Индекс купить нельзя. Это расчетная история. То есть инвестировать в индекс, например, там, если вы хотите инвестировать в индекс S&P 500, то надо покупать фонд. На индекс, на S&P 500. На индекс, на S&P 500. Да. Разница есть между активными фондами и индексными фондами. Вот там разница есть. Потому что управляющий может считать, что какая-то бумага лучше. Да, да, да. И ее доля должна быть больше. И на свое усмотрение бумаги переход. И логика такая, что это преподносится инвесторам очень сложными, занудными словами, потому что мы будем более эффективными, мы вам больше заработаем. Но за это мы возьмем комиссию. И поэтому в активно управляемых фондах комиссия, за то, что они все это делают, управляют, такое удобство. Очень высокая комиссия, которая в долгосрочном периоде, там, на горизонте в 15 лет 80% прибыли инвестора съедает. И поэтому начинающим инвесторам лучше начинать с индексных фондов. Супер, спасибо. Спасибо. Ребята, я думаю, что прояснили здесь такие фундаментальные, наверное, базовые термины фондового, как минимум, рынка для начинающих. Спасибо за разъяснение. Ребята, если у вас есть еще какие-то вопросы, какие термины нужно объяснить человеческим языком, напишите об этом в комментариях. И если вы, например, что-то знали или не знали, тоже поделитесь, насколько было ценно-полезно то, что здесь выяснили. Спасибо. 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 Спасибо.